Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады. Скажите, для вас было сюрпризом захват, задержание, пленение Медведчука? Очень приятным сюрпризом. Ну, то есть вы не ожидали? Ну, я честно скажу, я об этом не думал там прям каждый день. Тут есть о чем думать, кроме Медведчука, но я думал, что допускал, что он не на территории Украины уже. Да, мне кажется, это все допускали. Думали, что первый день он раз и в Ростовскую область там. Ну, я не был. Это тоже вопрос. Я понимал. Знаете, тут еще вопрос, где на самом деле Медведчуку безопаснее сейчас в Украине? Или, понятно же, что на Западе ему точно нечего делать. Я вообще думал, что он в Беларуси. Если так, уже мое мнение, если спросить, я думал, что он в Беларуси. У него хорошие контакты с окружением Лукашенко тоже. У него совместный бизнес вот этим, я забыл уже их фамилии, лукашенковскими кошельками был и, может быть, остается. Поэтому я лично считал, что он там. Ну, в России он мог попасть под горячую руку Путина. Там мы знаем, слышим, что задержан генерал ФСБ беседа, с которым он плотно работал по линии развала Украины. Мы слышим новости. Я, правда, не знаю, пока получила ли подтверждение новость о домашнем аресте Суркова, идеолога русского мира. Пока нет. Пока не получила. Да, ну вот здесь есть вопросы. Ну, в любом случае, понятно, что Путин всеми ими недоволен, потому что явно все они провалили ту задачу. Судя по всему, активно разворовывали деньги, которые на это все выделялись и пользовались преференциями, которые под это все выделялись. И Медведчук в этом смысле, он смог себе построить много яхт и дворцов, а построить дееспособную сеть российских агентов он явно не смог. Поэтому деньги, я думаю, Путин ему давал все-таки не на яхты и дворцы, а на другие цели. Поэтому, конечно же, Медведчук враг Украины, это понятно, но здесь вот коррупция, свойственная Путину, его окружению, она и армию российского проела, чем сильно помогла Украине, и их агентов, коллаборантов тоже. Поэтому я понимал, что Медведчук, может быть, и не очень стремится туда предстать перед разгневанным царем, но думал, что все-таки из Украины он убрался, и поэтому я считал, что он в Беларуси. Ну, как мои источники говорят мне, что нашли его в Киевской области, в Киеве, где он прятался. Скажите, пожалуйста, осталось ли у этого человека хоть какое-нибудь политическое влияние сейчас в Украине? Нет, не осталось. Ну как, он, надо понимать, то есть с точки зрения формальной, сам он народный депутат, и у него есть несколько народных депутатов, которые, наверное, все еще на него оглядываются. Хотя, по-моему, те, которые на него оглядываются, сбежали. Есть такой депутат Рабинович, он с первого дня, по-моему, в Израиле. Ряд других народных депутатов из вот этой ОПЗЖ, так называемой, пятой колонны, они тоже явно за границей и вряд ли уже когда-либо вернутся. Ну, известный Киева, значит, уже лишен мандата, и по нему дело. Ну, в общем, как бы с формальной точки зрения есть какие-то депутаты местных советов, которые ОПЗЖ к этой же партии имеют отношение. Но с точки зрения реальности, я думаю, что для них для всех медвячок уже как чумной, и все они пытались максимально забыть о том, что они, как они его обнимали, его обызали во все места. Да, поэтому медийного у него нет, никакого ресурса. Ну и, конечно, а с точки зрения репутации, ну, наверное, сложно найти в Украине человека с худшей репутацией. Потому что Путин, ну, он враг, открытый враг, агрессор, да, Гитлер 21 века, но этот же предатель, коллаборант, это самое худшее вообще, что только может быть. Поэтому, ну, наверное, это самый-самый ненавидимый персонаж. Я вообще очень удивлялся всегда, как в Украине, ну, то есть это прямо какой-то супер разгул демократии, как в Украине пророссийской политикой пророссийская партия может сохраняться так долго и вести откровенно, откровенно антигосударственную политику. Украина, на самом деле, действительно очень демократичная страна, даже с перебором была. Сейчас эта война уже, это вторжение уже окончательно все расставило на свои места. Ну, и плюс к тому, в Украине было уважение, то есть, да, мы не принимали, мы пытались объяснить, но была группа людей, порядка 10%, если считать голосующих, 10-12%, с четкими такими просоветскими, пророссийскими взглядами, которые считали, что не все так однозначно, которые считали, что Россия это старший брат. Вот все эти штампы у них в голове были, на них, собственно говоря, базировалось. Так что, так сказать, до начала вторжения, последний опрос в Мариуполе, по-моему, датированный декабрем, месяцем прошлого года, 55% считали Россию другом. Сейчас, ну, и на этих вот чувствах спекулировали вот эти все ОПЗЖ и прочее. После того, что сделали с Мариуполем, и учитывая, что этих людей, часть из них Путин, то есть, часть из людей, которые считали, что Путин друг, Путин убил физически. Вот просто физически их убил. А остальные, конечно же, уже полностью протрезвились, и этого представления нет уже вообще. Поэтому и теперь нет уже и людей, на которых они могли бы опираться, и чьи интересы они хотя бы как бы могли бы представлять. Поэтому на этом закончена пророссийская история в Украине. Я думаю, что, если не навсегда, то на долгие десятилетия. Что Медведчук может рассказать, если он будет рассказывать? Ну, этого я не знаю, но я думаю, что он может рассказать... Из области, я понимаю, не, простите, ради бога, понятно, что вы не Медведчук и не можете предугадать объем знаний, которым он обладает. И, слава богу, с ним никогда не общался и не имел с ним никаких дел, ни вопросов, а всегда испытывал к нему отвращение. Но вы же не первый день в политике, отлично знаете, ну, примерно какими делами, в каких сферах влияние, с кем и так далее. Ну, в России за этим следили, конечно, гораздо-гораздо менее пристально, и поэтому я вас прошу вот с этим нас познакомить. Может быть, о каких-то делах, о каких-то людях, о связях с Россией. Ну, очевидно, очевидно, что Медведчук был одним из кураторов всей этой сети российской агентуры. Часть этой сети проявилась даже на уровне местного самоуправления. Там есть несколько отдельных мэров, которые пошли на коллаборацию, стали коллаборантами с оккупационной администрацией, пошли на сотрудничество. Часть из них людей, которые работали в СМИ, часть людей, которые работали в спецслужбах. Медведчук много лет сотрудничал с разнообразными представителями судебной системы. То есть он же был куратором судебной системы еще в далекие времена, Кучмы и так далее. То есть у этого человека очень широкий спектр контактов. Часть из этих людей, я думаю, были прямыми агентами влияния России, то есть получали деньги оттуда. Он их знает поименно, он знает, сколько они получали, за что они получали. Возможно, у него есть и доказательства этого. Насколько он захочет обо всем этом говорить, ведь этого я, конечно же, не знаю. Но рассказать он, безусловно, может многое, если он захочет. А здесь, мне кажется, что, ей-богу, мне кажется, что сейчас самое страшное, чего боится Медведчук, это того, что его передадут в руки Путина. Как ни парадоксально это прозвучит, потому что Украина страна демократическая, у нас отменена смертная казнь, и Медведчуку грозит пожизненное заключение за предательство и измену Родине. А в России, я думаю, что его просто где-то новичков могут придушить и, в общем, сказать, что не было никого у Медведчука. Ну, вот такая история. Ну, да, мы с Юрием Федоровым только что говорили, и он тоже подтвердил эту точку зрения. Ну, в России можно как бы тоже на пожизненное, даже без всякого суда отправить. И точно так же, если только в России не боятся того, что когда-то, значит, он, российский режим падет, а Медведчук при этом каким-то образом останется, чтобы свидетельствовать. Ну, я не знаю, это интересно насчет того, что ему буквально некуда деваться, и единственный, да, единственный его выход, это вот сейчас каким-либо образом давать показания в Украине. Как вы думаете, и вот еще вопрос, может быть, некоторые высказывают предположение, что он был задержан несколько раньше, и сейчас его предъявили по какой-то причине. Ну, типа, чтобы остановить наступление на Донбассе и показать, значит, Путину, или чтобы, соответственно, там в Мариуполе как-то переломить ход ситуации. Я видел отношение Путина к людям вообще, и не думаю, что тут какая-то есть прям любовь у него личная колоссальная к Медведчуку, я что в это не верю. Поэтому я не верю, что вот поймали Медведчука, и сейчас Путин, значит, чтобы спасти ему жизнь, уберется. Да, я был бы счастлив, конечно, если бы сейчас можно было бы освободить наших защитников Мариуполя, которые просто каких-то, ну, то, что войдет уже в учебники истории, защищаются с такое количество времени, и уже длительное время фактически в полной блокаде, я был бы там, да без проблем, забирайте этого Медведчука. Знаете, мне в этом смысле говорить проще. Какое-то время назад, я уже в годах запутался, по-моему, это было 5 лет назад, или 4, или 5 лет назад, ФСБ готовило, значит, мое похищение руками, кстати, представителя ОПА-блока, это та же самая партия, которая превратилась в ОПЗЖ, которая одним из которых является Медведчук. Заказчиком был глава фракции ОПА-блока в крупнейшем райсовете Одесской области, он хотел, значит, меня похитить, там, пытать, выжечь глаза, ну, в общем, полностью в стиле русского мира. СБУ это предотвратило, этих людей задержало, и дальше Россия, ну, мы понимаем, что в России это, то есть на высшем уровне, были внесены эти люди в список на обмен, и их обменяли на украинских военнопленных. И я, с одной стороны, мне хотелось, чтобы эти люди сели на пожизненное, которые против меня лично такое замышляли, а с другой стороны, конечно, я полностью поддержал идею того, что за это вернуть наших военнопленных. Поэтому и здесь могу сказать, что я буду готов отдать Медведчука, но только за какое-то действительно серьезное обмене, за большое количество украинских военнопленных или людей, которые в сложной ситуации находятся, поэтому об этом вопроса нет. Но думаю, что, думаю, еще раз повторюсь, что сам Медведчук этого категорически не хочет. Он гражданин Украины. Украина не может никого насильно выдворить и насильно никого не может обменять. Поэтому думаю, что здесь скорее мы можем услышать, здесь же очень бы хотелось, кстати, отвечая на ваш вопрос, что может рассказать Медведчук, я рассказал только про внутриукраинскую часть, ведь Медведчук очень много может рассказать про Путина, он с ним был в прямом контакте, Козака, Суркова, все вот эти шушеры и швали, и дать показания на них, а это тоже важно для будущих международных судов. Поэтому, в принципе, кадр очевидно, что ценный со всех точек зрения. А может это как-то на Порошенко отразиться? Не знаю, я вижу это в основании. У нас есть много конспирологии на тему... А, да, вы извините, ваш вопрос же начинался с вопроса, почему сейчас Медведчука показали. Да, у нас уже тоже пошла конспирология. В Украине, как в демократической стране, любят конспирологию. Я давно пришел к выводу, что, знаете, ученые разгадали тайну улыбки Моны Лизы. Она просто дура. Вот, ну, есть такая... И здесь вот это очень похоже. То есть обычно, когда зачем-то ищут конспирологию, ее просто нет. Думаю, что Медведчука нашли вчера, задержали вчера. Я не думаю, что кто-то его где-то держал, там, каким-то козырем в рукаве. Думаю, что все эти истории, то есть про то, что Медведчук может дать показания, там, на Порошенко. Я в это не верю. Но, слушайте, пусть, если ему есть что сказать и доказать, то я за то, чтобы он дал показания, вот, просто все. Вот, просто все, что он знает, пусть все расскажет. Может быть, он нас где-то удивит. Но, там, в историю с Порошенко я не верю. А вообще, хочу услышать максимально Медведчука про всех тех, кто с ним сотрудничал, кто вместе с ним работал против Украины все эти годы, кто это делал открыто, мы многих знаем по фамилиям, но точно есть те, кто это делал тайно. И вот их бы хотелось узнать в первую очередь. Спасибо, спасибо вам большое, Алексей Гончаренко.